всем добрый день сегодня будет ответ ответ не на вопрос а правильнее бы сказать ответ на упрек который прозвучал в мою сторону сейчас попытаюсь объяснить суть происходящего значит в любой мастерской есть у нас ручной инструмент ручной инструмент которым мы пользуемся то есть это или стамеска или нож или рубанок или еще какие-то другие инструменты то есть ручной инструмент соответственно нужно за . когда с этой проблемой скажем соприкасался да хотела купить себе хорошие водные камни чтоб четко это красиво затачивать потому что чем более правильно заточен качественный инструмент тем более соответственно и работа качестве не хотела купить как-то помню водные камни я даже в интернете посмотрел все и вот здесь какой момент вышел что не всегда цена этих водных камней отвечает тому качеству которые которая фирма предлагает то есть например читал одним отзывом что один человек накупил за 300 долларов камень за 200 а он практически не работает то есть он не добился того результата которого ожидал тем более такую цену и когда я с этим моментом стыкнулся я просто-напросто сделал себе такой брусок что я сделал я просто сделал самодельный брусок сюда значит я и чего его сделал начну из того я взял просто кусок текстолита взял порошок для притирки клапанов смешал его с эбоксидкой залив вот такую поверхность у меня получился вот такой брусок значит по качеству по всему остальному я им доволен очень если я скажу что просто доволен это будет неправильно то есть я им доволен очень еще раз покажу просто-напросто смотрите что у нас получается то есть железка трубанка сталь где 90 то есть сразу же видно сразу же видно все материалы видно да то есть я думаю что это я сейчас не буду там показывать чтобы резать там бумагу волосы и все остальное то есть видно сразу же идет четко все материалы вот например даже стамеска стэнди да то есть материал здесь сталь конечно хороший то есть если я так беру даже на другом месте сейчас возьму что кубы довели то есть видно как снимается материал то есть это это четко сразу видно же и сама поверхность я уже здесь наверное так камера не покажет то есть она как полированная очень четко и красиво затачиваю очень эффективно в чем чем он мне еще нравится есть меня такой водный камень до макита фирменный да но чтобы им пользоваться здесь во первых нужно на две минуты замочить его воду а потом уже пользоваться по качеству честно говоря я им недовольны он правда и цена его скажем не слишком большая но по качеству я не довольна то есть все материалы как он работает все я честно говоря им недовольны тем более если например нужно что-то поточить это нужно идти в воду замочить его чтобы он как здесь нарисован две минуты чтобы полежал в воде потом заточить намного проще это то есть немножко смочил и сразу же сразу же он работает и сразу же задачу и дальше был своего рода упрек на какой рецепт был как ты его делал какое соотношение и все остальное я уже как-то говорил на повторюсь еще раз значит что я взял я взял порошок для притирки клапанов я не знаю его зернистость я не знаю скажем его производителя кто он что как я твой просто не знаю там на упаковке просто не было написано он слишком долго у меня лежал вот но я подозреваю что это скорее всего был карбид кремния то есть карбид кремния который я купил у нас интернет-магазине киеве здесь разная зернистость его идет по моих представлениях по моих представлениях зернистость по моему где-то он так вот 1200 это опять же таки примерно я так думаю что это было так значит далее что я взял я взял обыкновенную эбоксидку размешал ее и смешивал до тех пор карбид кремния пока он еще в эбоксидке смешивался если смотрю что слишком составов слишком такой уже получается насыщенный я еще немножко эбоксидки добавлял если например мне нужно чтобы еще более добавить я еще добавлял карбид кремния то есть вот так вот на глаз такими экспериментами никакого рецепта ничего я не там не утаивал я говорю то как есть и поэтому этот вопрос что мне говорили что я там зажал рецепт или зажал соотношение как я это делал я просто говорю честно как она есть ничего я не утаивал я просто все это дело мешал на глаз и получился в конце концов мне получился очень классный заточной брусок очень классно то есть я им доволен на сто процентов тем более вот так как он вышел по себестоимости там буквально я не скажу что копейки но очень недорого и так как он работает мне еще нравится даже очень я уже много лет им пользуюсь тем более смотрите вот какой слой да потом его если выравнивать на том же сами карбиде кремния я ее выравниваю здесь еще можно ровнять ровнять и ровнять сколько лет у меня уже есть и здесь еще хватит хватит и хватит то есть вот такое простое видео ответ на я скажу так на упрек который мне был высказан что я не хочу рассказать рецепт не хочу поделиться секретами все я рассказал все и поделился и ничего не утаял то есть брал я так понимаю что это был карбид кремния хотя я может ошибаюсь то есть посмотрите в интернете он назывался порошок для притирки клапанов но на вид на вид он был вот такой же я думаю что я так думаю что это был карбид кремния и тогда уже просто-напросто на глаз смешал с самой обыкновенной эпоксидкой который я купил в магазине все все очень просто дешево сердито и надежно так что вот такой такой мой ответ всего доброго до свидания удачи в работе то есть